Сегодня сотрудники сочинского предприятия магистральных электрических сетей работают в непростых условиях. Напряженный график, а главное, на плечи каждого возложена огромная ответственность. Вместе с тем, считает руководство Россетей, каждый сотрудник предприятия должен профессионально развиваться, стремиться быть лучшим. Дмитрий Приходько, лучший олимпийский энергетик по итогам января, признается. Особых усилий для победы не прикладывал, просто привык выполнять свои обязанности на 100%. Дежурный инженер первой категории на узловой подстанции ПСОУ отвечает за качество электроэнергии на подстанциях Веселая, Адлер, Кудепста и Эмеретинская. Следит, чтобы соблюдались ГОСТы и уровень напряжения. Дмитрий с гордостью рассказывает, что подстанция, на которой он работает, ключевой объект. Производит транзит электроэнергии по межгосударственной линии ПСОУ-БЗИП. Мы связываем энергосистему Юга России и энергосистему Черноморэнерго, то есть Грузэнерго и Абхазэнерго. От нас все забитано. В случае чего, если у них какие-то проблемы возникают, они подают заявку, мы им даем свет и тепло. Профессия энергетика – это не случайный выбор, а мечта детства, отмечает Дмитрий. Началось все с электротехнического кружка. Потом в школе полюбились уроки физики. И сегодняшняя победа – это тоже не случайность, уверен инженер. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, у нас тоже то самое получается. Пока идет такая акция, пока Олимпиада у нас идет, отметили наши заслуги, очень приятно. Февральский победитель – Евгений Шинкаренко из династии энергетиков. В этой области трудится около 10 лет. В Сочи попал из Ставрополья и сразу себя зарекомендовал. Руководитель оперативно-диспетчерской группы «Имеретинская РЭС» мониторит обстановку в том числе и на олимпийских объектах. Отвечает за работу инфраструктуры Олимпийского парка. Каждый месяц прикладывал максимум усилий для того, чтобы добиться этой цели. В конце концов, так получилось, что именно за февраль, именно в момент проведения Олимпийских игр, наверное, в том числе потому, что Олимпийские игры прошли, можно сказать, замечательно, хорошо, без аварийных отключений в целом, без претензий потребителей по электроснабжению к нам, к ФСК. Поэтому, наверное, все-таки руководство посчитало и избрало меня. Благодарен им очень за это дело. Рад. Стремление к профессиональному росту, а главное – личная ответственность за результат общего дела – это и есть надежность новейшей системы энергоснабжения Сочи, отмечает руководство сочинского предприятия магистральных электрических сетей ФСК ЕС. Конкурс «Лучший энергетик Олимпийского Сочи» продлится до конца апреля. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.